здравствуйте дорогие друзья рад вас приветствовать прошло уже два дня с тех пор как я загрузил предыдущий стрим которым хотел вас ознакомить по-прежнему хочу вас ознакомить с теми поисками виновного в сложившейся ситуации в афганистане которая разворачивается сейчас в вашингтоне округе колумбии и по-прежнему этот материал это видео находится на рассмотрении youtube а причем я нахожу самое забавное что для этого видео я использовал в основном но практически исключительно два источника это статья в газете new york times и доклад эпохальный доклад специального сенатского комитета по разведке 2004 года о провале американских спецслужб в поисках оружия в массового поражения в ираке если вы помните это привело в конечном итоге к американской операции вторжению враг для поиска уничтожения этого оружия массового поражения и закончила свержением режима саддама хусейна так вот эти два безусловно публичных источника new york times и публичный доклад сенатского комитета по разведке находится вы стоило были источниками так сказать моего видения и это вызывает я должен понимать какую-то озабоченностью ютюба который заставляет его два дня 48 часов рассматривать вопрос по поводу соответствует ли это видео их политики или нет ну пока не рассматривать мы пойдем дальше сегодня многих много событий произошло поэтому я пройдусь по конкретным подкретным событиям и посмотрим попробуем связать их в нечто единое постараемся увидеть за ними какую-то систему и так сегодня госдепартамент объявил в введении нового раунда санкции за отравление навального алексея навального даже не столько за факт сам факт отравления сколько за нарушение конвенции о запрещении химического оружия штаты вводят дополнительные ограничения на экспорт товаров технологий связанных с ракетной ядерной промышленностью а также ограничения на некоторые виды торговлю торговли оружием то есть никто не забыт ничто не забыто нет никакого сговора между байденом и путиным машина каток медленно неуклонно продолжает катиться в нужном направлении сегодня же байден подписал дополнительный указ пока детали его неизвестны вот на тот момент пока я разговариваю с вами детали пока неизвестны но речь идет о санкциях на нет нами на несколько объектов российских объектов и вроде бы речь идет о конкретных то ли одному то ли одного другому физическому лицу но пока известно что это санкции связанные с северным потоком 2 одним из объектов этих санкций является insurance страховая компания российская которая появилась после того как под воздействием американских санкций от этой почетной должности стать страхово стать страховщиком этого проекта отказались западная западная европейские компании так вот подвергается санкциям это российская страховая компания плюс еще какая-то компания затем корабль судно остам остап шеремета важным событием сегодня является также визит фрау меркель канцлера федеративной республики германии и встречи с путиным ожидалось и было много спикуляции на эту тему что она приехала сюда для того чтобы главным образом обсудить вопрос о минских договоренностей потом якобы ультиматум от путина привести в киев но насколько я посмотрела мире немецкие средства массовой информации они указывают что главной целью это практически прощального визита меркель в москву является афганистан меркель просила путина вообще-то странно чего она просила то путин сам по моему не знаю что ему делать в афганистане он как уж на сковородке сейчас вертится в этом вопросе но меркель попросила чтобы он обратился к талибам дабы те дали возможность немцам эвакуировать свой персонал и не только дипломатов или военных но и тех афганцев и прежде всего о них замолвила замолвила словечко фрау меркель которые сотрудничали с немцами во время 20-летней этой компании нато в афганистане то есть немцы сейчас хотят их забрать в германию обеспечить их там безопасность их будущее взять на себя так сказать заботы о и благоустройстве но для этого талибан должен разрешить их выехать и она просит путина чтобы он помог второй вопрос до вторым вопросом который отошел с первого на второй план стал так называемый минский процесс но немецкие средства массовой информации которые я посмотрел вот сегодня с утра они практически единодушны что он зашел в мертвый тупик из которого выхода в общем-то в обозревом будущем не предвидится правда сама канцлер меркель буквально на днях заявила что она ожидает что ближайшие недели могут быть какие-то подвижки в этом вопросе но ближайшие недели наверное что у нас будет это визит президента зеленского вашингтон встреча его с президентом байдена возможно канцлер фрг ожидает что там и произойдут эти подвижки ну подвижки должны произойти безусловно смотря какое направление они будут двигаться вот сегодня путин на пресс-конференции по результатам переговоров с меркель он долго и я бы сказал так пешинат что ли страстно говорил о том что минске договоренности это документ международного права освещенной резолюции совета безопасности он но нет такого понятия международного права этот документ который освещен результат резолюции оон и превращается в документ международного права но зато международное право однозначно входит резолюции генеральной ассамблеи оон 3314 который я не перестаю повторять потому что это один из фундаментальных документов международного права которое лежит в основе фундаментальнейшего принципа не нападение отказа от агрессии отказа от применения силы в решении споров и уж не говоря о том что мнение не отказа от агрессии для приобретения чужих территорий так вот так на те нас так называемые минские противоре соглашения находятся в кардинальном в прямом противоречии с этим фундаментальным документом резолюции 3314 и с точки зрения международного права не может быть никакой речи о том чтобы выполнять минские договоренности в том виде в котором они существуют сейчас их нужно привести в соответствии с международным правом вот поэтому они находятся в мертвом тупике и с моей точки зрения позиция сейчас позиция украинского руководства в этом попросил совершенно правильно насколько я ее понимаю немецкая печать также отмечает тщетность и безрезультативность последних усилий попыток фрау меркель установить своего рода более тесный диалог между путиным между его режимом и европой средства массовой информации германии отмечает что усилие германии которым изначально первоначально вроде так активно подключился президент франции макрон они не только не нашли отклика у других стран евросоюза но напротив евросоюзе растет оппозиция любым попыткам стран старой европы как-то решить вопрос за забыть замять вопрос о природе путинского режима а его эксцессах таких как аннексия территории в украине и установить с ним нормальные отношения без того чтобы был ли были решены сначала вопросы связанные с агрессией и аннексией в украине несмотря на все эти переговоры которые прошли в общем-то между путином и меркель насколько я мог это видеть по видео прошли в таком уютном я бы сказал уютной атмосфере в доброжелательном тоне несмотря на это будущее отношение между германией и россией зависит сейчас от тех выборов которые должны состояться в конце сентября этого года по последним я вот сейчас опять посмотрел последние полы последние опросы общественного мнения которые говорят о том что зеленые плюс свободные демократы и социал-демократическая партия германия которые по большинству вопросов близки их позиции близки они могут набрать 48 процентов в новом парламенте а это уже большинство и могут сформировать свое правительство без партии госпожей меркель и это кардинально может изменить политическую внешне политическую повестку нового правительства фрг нового канцлера и это включает себя будущее северного потока 2 к пас важным последним событиям я бы отнес также вчерашнее интервью секретаря совета безопасности россии господина патрушева который он дал газете известия я не помню как называлась эта статья но я бы ее озаглавил вот так патрушев из back он вернулся после какого-то затишья в ходе которого место пребывания господина патрушева трудно было заметить в средствах массовой информации он как бы так лег на дно как подводная лодка это произошло буквально накануне встречи в женеве и потом еще более так сказать это затишье что ли еще глубже это подводная лодка по моему ушла после того как после встречи в женеве контролируемая фсб хакерская группа evil совершила хакерскую атаку крупную хакерскую атаку против объектов соединенных штатов после чего последовал ультиматум байдена и вопрос о хакерских атаках против сша была передана введение пентагона который получил право наносить имеющимися средствами ответные удары и после этого группа evil исчезла из общественного и интернетного пространства представители российских спецслужб тихо под столом как бы передали американцам шифровальные ключи которые позволили расшифровать те базы данных и те серверы которые хакеры зашифровали и требовали в отмен на расшифровку крупный выкуп ну вот после этого господин патрушев как-то так вот выпал почти как группа evil из общественного пространства и вот теперь он back он вернулся с чем же он вернулся вернулся он ну да головная боль афганистан и он сформулировал главную стратегию главную проблему путинского режима связи с развитием событий в афганистане главная проблема защитить регион ну то есть страны средней азии среди которых есть члены о дкб защитит регион от передвижения через границу террористов под видом беженцев от распространения радикальной идеологии контрабанды оружия и наркоторговли ну наркоторговлю я думаю можно оставить за скобками поскольку это то где я очень подозреваю может наладиться очень плодотворное сотрудничество между путинским режимом и частности господином патрушевым и талибами которым несмотря на все вот разговоры ну да они когда-то предпринимали попытки и и делали декларации о неприятии наркотиков о необходимости борьбы с ними но сейчас возникает такая ситуация когда страна которую контроль над которой то либо установили то есть афганистан имеет все шансы попасть ну практически в полную изоляцию мировую изоляцию и надо будет кормить население а источник останется практически один это героин уникальный героин производимый в афганистане которые обеспечивают чуть ли не 70 процентов мирового потребно мировой потребности в этом товаре ну и тут через границу путинский режим это ребята которые давайте а вот как дети или детеныши у зверей их скармливают молоком матери так вот путинский режим и веби виднейшие его представители были вскормлены наркотрафиком это произошло в первой половине в середине 90-х годов в санкт-петербурге когда путин работал в мэрии сейчас вот видны и представители и те которые до недавних пор были видными представители моего режима они тоже там работали в фсб то ли тоже в мэрии и вот тогда они запустили крупнейшую операцию по траншипменту что ли или перебалки колумбийска героя кокса колумбийского наркокартеля кали через петербургский порт в европу ну и одновременно шло отмывание денег кали картеля через недвижимость в петербурге ну а после того как значит путинский режим укрепился и расцвел масштабах всей страны но вы знаете вы читали да все эти истории один из наиболее нашумевших которые но мне просто понравился этими масштабами это была история полутония кокса который был внезапно найден в российском посольстве в буэнос-айресе то есть это надо понимать что вот что значит этот факт это значит что мид то есть кто пристали в посольстве в любом посольстве российской федерации это мид это резидентура свр резидентура гору и резидентура фсб и вот они вместе сотрудничали в работе с вот этим коксом то есть четыре крупнейших ведомства страны занимается наркотрафиком как одной из профильных направлений их работы ну и в конце концов для того чтобы его эвакуировать эти 450 килограмм туда в качестве наркокурьера послали самого господина патрушева который использовал для этого самолет из президентского авиаотряда поэтому уж наркотрафик громадных количествах это так сказать профильная работа для спецслужб российской федерации и чё там препятствовать наоборот это вот то где талибы и путинский режим могут найти общий язык и развить сотрудничество но это сотрудничество может дорого обойтись народом европы может быть и другим континентом поскольку российская федерация населения при его бедности они не могут потребить все то количество которое может постигнуть афганистан поставить афганистан видимо значительная часть этого опиума может пойти дальше ну а вот распространение радикальной идеологии и вот передвижение через границу то что они называют террористами то листалибана это да на это серьезная проблема поскольку за время после крушения после исчезновения советского союза те режимы которые расцвели на территории бывшего советского союза в том числе в средней азии они являются питательной наилучшей питательной средой для развития всевозможных самых радикальных анти государственных течений и идеологии это та же самая коррупция которая процветает в россии когда всего несколько семей контролирует львиную долю национального богатства остальное население живет в нищете и вот сейчас страны руководители стран центральной азии даст должно быть трясутся ожидая что они могут стать следующей мишенью талибов и то идеологии которую они с собой могут принести но у меня такое впечатление что кремль вскоре признает талибов то есть им надо сотрудничать сотрудничать я бы сказал где они могут прежде всего но есть еще одна а скрывается еще одна ниша то есть кремль видимо планирует стать своего рода переговорщиком между талибами хотя с ними пока еще вопрос не ясен пока все вилами по воде написано пока если что известно это что-то либо окружили взяли то есть организация запрещенная в россии как террористическая взяла под охрану периметры вокруг российского посольства в кабуле и как сказал посол по моему да нормальные мужики оказались это пока вот все что известно о нынешнем состоянии отношений между талибами и кремлем но тем не менее такое у меня есть подозрение что кремль пытается стать своего рода переговорщиком от имени цивилизованного мира с талибами и таким образом как бы присоседиться но хотя бы с краешки над кидном стульчики к вот этому цивилизованному миру то есть ну да мы не совершенны ну да мы вот такие но зато мышь вот видите мы можем от вашего имени разговаривать там и так далее и вот путин судя по всему пообещал меркель замолвить словечко перед талибами о том чтобы они разрешили выезд эвакуации из страны из кабула тех не только немецкого персонала но и тех афганцев которые сотрудничали с немецкой частью коалиции в течение 20 лет дальше поставлен был вопрос перед господином патрушева ожидать ли нам ввода в афганистан совет российского военного контингента но тут и не надо было и задавать этот вопрос и ждать конечно нет не может нет у него такого контингента у господина патрушева и путина который можно было бы ввести в афганистан без уверенности в том что его перемелят в течение ближайших недель и двум и выплюнут обратно в качестве цинковых гробов груза 200 нет такого контингента сейчас у россии поэтому никуда на ничего вводить не будет ей дай бог вот заплатать эти дыры которые имеются на границе между афганистаном и странами центральной средней азии поэтому как сказал то есть патрушев правильно надо делать упор на политика дипломатических усилиях в тех направлениях которые я вот сейчас обозначил и которые наверное будут взяты на вооружение то есть речь идет о налаживании диалога как сказал патрушев с теми силами которые будут опираться на волю афганского народа то есть с талибами но естественно то есть патрушев не мог как он сказал не могу не коснуться украины естественно как же в москве в кремле без украины все в украине плохо с точки зрения секретаря совета безопасности российской федерации что же там беспокоить его но во первых вашингтон привел к власти и продолжает проводить приводить лояльных ему лиц вот так вот это конечно преступление не со стороны украинц украины и со стороны вашингтона эту страну сша накачивает ненужным самим американцам вооружением это тоже безобразие конечно лучше бы украина оказывалась вообще без вооружения тогда с ней легче было решать вопросы а так накачивают гады американцы американцы ненужным оружием и вот теперь что делать так просто уже не влезешь туда а в это время самое время когда накачивают и продвигают в это время в украине расцветает неонацизм экстремизм преступность наркотрафик межнациональная и межрегулиозная рознь вот читаю эти строки и и это не строки аналитика разведки это даже не с не 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 почерк не слог аналитика комитета государственной безопасности будь там пятое управление второе управление это стиль корреспондента газеты гудок где-нибудь из муха ну даже не даже не хочу говорить из 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 какого населенного пункта советского союза а вот это вообще пассаж я просто такое эстетическое удовольствие получил это его надо смаковать с коньячком кто не пьет можно с хорошим чаем в то же время киев угоднически прислуживает интересам заокеанских представителей стремясь войти в нато продумайте еще раз переварить эту фразу то есть если убрать киев можно сказать что германия франция не говоря уже великобритании они угоднически прислуживали интересам заокеанских покровителей когда они вступали в нато это они вступали в нато для того чтобы прислужить американцам но это их не спасло и вот здесь он правильно говорит дальше похожая ситуация ожидает и сторонников американского выбора в украине правильно здесь что то что расчеты возможно которые есть в некоторых коррумпированных режимах что мы можем войти вернее так присоседиться в союзники соединенных штатов для того чтобы сказать дамы сукины сыны дамы коррумпировали новый но мы ваши сукины сыны поэтому дайте нам миллиард дайте нам 10 миллиардов дайте нам триллион как вы оставили в афганистане и тогда все будет хорошо вот это уже вряд ли сработает особенно после афганистана то есть глубокое мое убеждение что американцы наконец-то я надеюсь усвоили этот урок что если вы имеете в каком-то государстве коррумпированный режим то есть правительство так называемая которая произне прогнила сверху донизу и которая только и делает что ворует сотрудничать с этим правительством этим режимом можно в крайне узких ограниченных рамках никоим образом нельзя туда вкладывать большие деньги нельзя давать им никакие деньги на развитие чего угодно даже вооруженных сил потому что все это уйдет в песок все это окажется в офшорах все это сядет сверху вот сверху это коррумпированная так называемая лита губку все впитает все эти непомерное количество капиталовложений народу не достанется ничего и в конце концов проект рухнет как это произошло пройдет на произойдет произошло в афганистане и как говорится денежки тю тю ничего нет провал поэтому уж теперь-то после афганистана американцы доним совершенно кристально ясно их задача в украине а задача не собственно говоря сформулировали что для решения вопроса полного без оба вопроса о безопасности украины то есть вопроса и нато и членство и договор о главном союзники сша вне блока нато нужно решить украинскому руководству две задачи первое это борьба с коррупцией 2 вычистить по крайней мере государственный аппарат на высоком на высшем уровне от российской агентуры и напоследок еще один вопрос буквально несколько дней назад поступила информация о переброске недавней переброски на территорию ордло несколько сот вагнеровцев из ливии и из сирии речь идет примерно от 300 400 человек в этой связи значит источники которые мне говорили об этом выражают обеспокоенность о возможности подготовки российской федерации какой-то крупной вооруженной провокации в отношении украины я проверял эту информацию через несколько каналов одни подтверждают что это есть да этот факт имел место и тогда возникает вопрос какая цель этой переброски другие говорят что этого нет но в любом случае даже если допустим что такое количество вагнеровцев перебросили возникает вопрос что они могут сделать в худшем варианте вряд ли они могут решить какие-то задачи на стратегическом направлении поскольку ну вагнеровцы есть вагнеровцы это не танковая дивизия да это не авиакрыло это это все-таки пехота поэтому стратегические задач в нынешних условиях россия никак с ними решить не может сотворить какую-то гадость возникает вопрос о временных так сказать рамках но вот смотрите значит сейчас должен закончиться 15 километров осталось до завершения строительства сервного потока 2 потом должен все-таки газ по нему пойти сейчас меркель приезжала разговаривала с путиным затем зеленский поедет вашингтон затем выборы в германии я не вижу здесь возможности для россии вот 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 в этих условиях сотворить какую-нибудь ужасную гадость которую принципе могли бы сделать 300 400 отморозков я не вижу возможности чтобы вот россия решилась в этих условиях предпринять такую акцию потому что но для этого надо быть совсем сумасшедшим то есть эти все разговоры северный поток 2 летит ко всем чертям в германии новое правительство будет не они 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 не про путинской не даже нейтральная она будет анти путинская европа антироссийские настроения в европе радикализируются идея о том что ты зеленые человечки они прыгал в они прямая агрессия россии она уже не прокатит просто не прокатит и тогда можно будет сделать то и необходимо сделать будет то чего не сделала украина в четырнадцатом году то есть не поставила вопрос в организации объемных наций о признании россии в качестве агрессора на основании резолюции 3314 со всеми вытекающими последствиями а последствия эти жестокие я не вижу таким образом если там все одновременно в кремле не подходили с ума вариантов для того чтобы они использовали вот эти людей которых как говорит как говорят туда перебросили для какой-то крупной авантюры в отношении украины особенно после афганистана вот некоторые аналитики я заметил в россии в основном которые неправильно понимают что же произошло в афганистане они считают что произошло военное поражение соединенных штатов ничего подобного никакого военного поражения не было там не был убит ни один американский военнослужащий с февраля прошлого года был бардак был бардак связи с неподготовленным процессом эвакуации американского персонала и даже не столько американского персонала сколько тех людей тех афганцев которые сотрудничали с американцами с другими представителями коалиции в течение 20 лет таких насчитывается около 60 тысяч а плюс член их семей насчитывают до 200 тысяч а может и больше всем им американцы собирается предоставить такое убежище много бардака поскольку ни один из них не въедет согласно укоренившимся но в глубинном государстве такие правила пока бумага оборот пока бумага соответствующие не подготовлены никто границу не пересечет но все их или большую их часть так или иначе эвакуировать эвакуируют их можно критиковать за бардак я имею ввиду американцев но надо понимать одно тут тут прямо возникает вопрос о суде кто потому что я вам скажу что когда советские войска ушли из афганистана там бросили всех афганцев которые помогали я помню в нашем отделе был один офицер у которого был на связи агент он был высокопоставленный агент в афганистане и вот незадолго до вывода советских войск агент просил давай вы вывезите меня и мою семью спасите наши души этот офицер написал рапорт на имя начальника разведки который в то время был крючков и нам об этом начата результатах рассмотрения этого рапорта нам объявили на общем собрании чтобы все знали понимали это даже не скрывалась крючков ответил что мы вербуем агентуру не для того чтобы они потом у нас тут жили а чтобы они работали пусть в сложных условиях но работали на нас как источники пусть сидят в афганистане и всех их там и бросили поэтому не стоит сейчас уж слишком поливать американцев что вот они такие неблагодарные и так далее вот поэтому это не было военное поражение но та реакция которая последовала вот связи с этим бардаком с выводом эвакуации из афганистана коррекция которая последовала прежде всего в самих соединенных штатах америки она привела я бы сказал к обратным результатом она привела к чувству к жажде мести то есть такая ситуация вот я смотрю среди военных и среди представителей силового блока поиска на стране поиска возможностей для того чтобы выплеснуть вот эту озлобленность за как они считают несправедливую критику свой адрес поэтому если в этой ситуации кто-то вот те же кремлевские люди господина патрушева решаться на какую-то авантюру где так или иначе будут затронуты союзники соединенных штатов и американские интересы то удар может быть жестким как свое время был нанесен удар по тем же вагнеровцам в сирии это было по моему в 2002 в 2018 году под дар-эль-зор когда по некоторым данным погибло было уничтожено от 200 до 400 представителей группы вагнер но еще одна мысль которая мне пришла вот связи с возвращением к возвращением к общественной активности и политической активности всплески я бы сказал активности господина патрушева я в последнее время замечаю координацию какой-то событий как только в серой зоне российского информационного пространства начинает опять шевелиться слухи ухудшение состояния здоровья путина о том что путин все о том что болезнь обостряется о том что скоро он нас покинет и тут же как-то ускоряется активность господина патрушева вот какая-то странная взаимосвязь между этими двумя тенденциями который наводит на мысль что они возможно и наверное не просто возможно а вероятно связаны между собой то есть возросшая активность господина патрушева а с другой стороны активизация слухов о том что путин все скоро он нас покинет поэтому давайте продолжать наблюдать за этими процессами это интересно это безусловно интересно посмотрим что будет дальше а я пока самое главное я с нетерпением жду разрешение вопроса на ютюбе относительно моего видео о том как церу было обвинено в вот этом бардаке который происходит сейчас с эвакуацией из афганистана а информация о том что церу было обведено в этом деле так или иначе она была опубликована в газете new york times буквально три-четыре дня назад а еще информация которая добавит так сказать краски в этой картине была опубликована в сенатском комитете по разведке 2004 году но я надеюсь что в ютюбе сейчас читает этот доклад он толстый там 500 страниц поэтому я боюсь придется подождать а пока до свидания всем хорошего хороших вам выходных счастья вам